Милане всего три дня. Она родилась 7 января на Рождество. Мама и папа Юрия и Надежда Порошуковы очень рады, что дочь появилась на свет в новом перинатальном центре. Сам перинатальный центр, люди, соответственно, которые здесь персонально работают, врачи, акушерки, в общем, все-все. Очень теплая атмосфера, добрая, и очень радостно было здесь находиться все это время. У Екатерины Хачатурян здесь родился второй ребенок. Первый появился на свет в прежнем перинатальном центре на Толстого. Поэтому молодой маме есть с чем сравнивать. Можно сказать, что небо и земля. Просто космос. А в чем разница? Разница, конечно, в оснащении, в питании разница, в пребывании в послеродовом отделении очень большая разница, колоссальная просто. Глава Корелии Артур Парфенчиков убедился в том, что все подразделения учреждения работают полноценно. Без сбоев функционирует лечебное и диагностическое оборудование. Медицинская помощь женщинам и новорожденным оказывается на высоком современном уровне. У нас дежурит два реаниматолога, один неанатолог, три врача. Мы всегда, когда говорим о преимуществе этого центра, мы должны понимать, что какие бы мы технические условия не создавали в районных больницах, у нас никогда не будет такого, что на праздники, ночью у нас круглосуточно возле ребенка будут те специалисты, которые могут сделать максимум, исходя из своей квалификации. Центр будет расширяться, появятся новые отделения и специалисты. Необходимо развивать службу вспомогательных и репродуктивных технологий, ЭКО, рассказывает главный врач центра Евгений Тучин. Сейчас работа перинатального центра уже усовершенствована. С сегодняшнего числа стал принимать эндокринолог. С середины декабря у нас принимает кардиоплог в поликлинике. Это вот из таких специалистов, которых никогда раньше не было в перинатальном центре. У нас работает офтальмолог, детский офтальмолог. На встрече сотрудники перинатального центра спрашивали главу Карелии о том, когда снимут блоки, препятствующие проезду автомобилей на перекрестке улицы Сыктывкарской или Снова проспекта. Дорогу к перинатальному центру власти пообещали открыть к 20 января. В конце встречи глава Карелии поздравил специалистов республиканского медучреждения с первым месяцем работы и пожелал стремиться быть лучшими, а также пообещал подумать о создании у входа в перинатальный центр скульптурной композиции в виде капусты.